Всем привет, друзья! Мы начинаем прямую трансляцию на канале Триколор ТВ. Динамо против Локомотива. Заключительная игра между представителями этих академий сегодняшнего игрового дня. 58 номер Никита Алферов, 5-й, Денис Кончин, 18-й, Артем Крыловский, 7-й. И проталкивает мяч Денис Кончин. Далее Назаренко на свободном пространстве. Вот он приближается к защитнику. Уже двое защитников рядом с ним. Он Зарен какой пас выдает. Удар в штангу, добивание. Не забивают. Динамовцы не решают. Убойнейший момент. Атака по левой бровке. Московского Локомотива Пушкарев. Капитан делает передачу. Центр опасно! И прострел вдоль ворот не замкнул. Владислав Мамонов. А почему? Немного не успел. До Ролдуги на передачу не дошла. Ну, а у Динамовцы заработали. Уже быстро разыграли. Кончин. Гол! Все заканчивается голом. Несчастный случай. Штрафной площади Локомотива. Динамовцы ликуют. Неожиданный забитый мяч. Но свой второй момент Белоголубые реализуют. Автогол. Тимофей Щелкунов. Инстат сидел инспектор матча. И он все эпизоды просматривал нас на мониторе. Чуть позже об этом моменту ворот. Динамо. И уже игра остановлена. Из-за того, что во вне игры был Дмитрий Радиковский. И об этом ему сейчас сообщает. Может быть, ее мы и увидим. Нет, розыгрыш. Серебряков. Скидка. Момент. Гол! Забивают динамовцы второй мяч. Денис Коншин. Отличается. Наигранная история. Можно не сомневаться. Оказалось бы, да? Стандарт с центра поля. Давайте с самого начала его и на повторе посмотрим. Пас низом Назаренко. Серебряков. Борьба вверху. Левченко выигрывает. Но далее, конечно, помог отскок. Так ли все планировалось изначально, я не знаю. Но получилось, как получилось. Динамо более как-то акцентированно атакует. Вот подача на Крыловского. Скидка хорошая. Обратный пас на Артема. Крыловский гол! 3-0! На 45-й минуте забивает Крыловский свой второй мяч в сезоне. Забивает во второй игре подряд. Ну вот то, о чем я говорил. Свои атаки до ума доводят динамовцы. Чего нельзя сказать про Лока. 3-0 к перерыву. Ну, будет ли у нас повторение матча Милана-Ливерпуль 2005? Только в этом вопрос. Пока ничего к этому не ведет. Красивый мяч. Красивый. Ничего не скажешь. Забил также Коншин свой первый мяч в сезоне. Но и автогол от этого Локомотива никуда не деться. И от счета 3-0 к перерыву тоже. Очень красивые голы. Белоголубых. В общем, все то, чего не хватало в игре предыдущего тура. И вот шанс Локомотива. Нужно Локомотиву успеть забить до 60-й минуты. Хотя бы один постараться. Пушкарев. Налево. Выход один на один. Момент. Удар. Гол. Дмитрий Радиковский. Свой момент реализует. И быстрее к центру поля. Конечно, по-капитански взял мяч в руки Денис Пушкарев. Именно он стал автором голевой передачи. Но не держит здесь ни Левченко, ни Серебряков Радиковского. Вообще непонятно, чем занимались центральные защитники. Нужно было, наверное, Левченко бежать до конца за Радиковским. Да, мне кажется, это ошибка прежде всего Левченко. Серебряков. Хороший пас Назаренко. Убойная позиция. Удар в дальний угол. 4-1. Егор Назаренко восстанавливает статус Квой. Снова Динамо ведет в три мяча. Да, угол острый, но пробить Егор Назаренко может, в принципе, с любой позиции. А тут уж мяч в штрафной находился. И Назаренко пробил идеальным образом. Началось все снова с паса защитника. Да, Серебряков становится автором голевой передачи. Ну, как пробил Егор. Как пробил Назаренко. Ну, Вадим сегодня молодец. Как и любой игрок. Динамо, тем не менее. Забивает Локомотив. Второй мяч. Неожиданный гол. Денис Пушкарев. Его нам показывают. Автор победного касания. Ну, во всяком случае, в этом эпизоде победного. Пушкарев. Камнев направо. Щелкунов. Длинная подача. Удар головой в дальний угол. Опасно было. Атака продолжилась. А там что, мяч в штангу попал? Но финальный свисток все-таки состоялся. Всех болельщиков Динамо поздравляю с победой. С тем, что команда имеет 4 очка по итогам двух туров.